Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас куриные отбивные. Я здесь приготовила еще на отшарап, вкусный салатик и доуга. Я очень люблю доугу. Рецепт на доугу я обязательно оставлю. Рецепт на отбивные тоже обязательно. На салатик, по-моему, у нас нету рецепта. Поэтому обойдемся. Все это будет в инфобоксе. Обязательно переходите на мамин кулинарный канал. Там все рецепты есть и много чего интересного. Но в последнее время, что мы не снимаем туда, у меня все нету времени. Нужно как-то распределить правильно свой день. Потому что, например, вчера я почти ничего не делала. Просто лежала, валяла дурака. У меня бывают такие дни, когда у меня не очень хорошее настроение. У меня просто не хочется делать ничего. Просто лежать. И погода была не очень. Поэтому просто лежала, рассуждала, думала о своей жизни. Читала новости. Так, давайте поотвечаю на вопросы. Здесь мне понравился вопрос. Ник непонятный. XXRR Айка, привет. Очень нравятся твои видео. Вопрос такой. Какие у тебя были в детстве мечты? Исполнились ли они? Самая главная мечта в моем детстве. Она исполнилась, я считаю. Мы жили в частном доме. Рядом с домом был сарай. И к этому сараю была пристройка. Видите, небольшого домика. У меня были гуаши. Я этими гуашами пыталась покрасить стены этого домика. Вообще, изначально этот домик был предназначен для стройматериалов. Я не знаю для чего. В общем, такой домик уже был готов, когда мы покупали этот дом. У меня была, например, ненужная одежда. Это какая-то юбка. Я умоляла маму, чтобы она отдала мне эту юбку. Я делила юбку пополам и делала себе занавески. Как сейчас это все помню? Откладывала со своих завтраков в школе. Причем я уже не маленькая была. Мне лет 10-12 точно было. Я все равно игралась в этом домике. Мне настолько это нравилось. Я просто мечтала, что когда я вырасту, у меня будет такой домик, только реальный. То есть, хотела купить свой дом. Но дом, наверное, не получился. Получилась квартира. Но все равно это тоже была мечта. Причем я так поздно повзрослела. То есть, уже девчонки там с парнями встречались. А я еще в этом домике. Все такая черная. Мама, например, хотела выбросить тарелку с трещиной. Я умоляла маму отдать мне эту тарелку. И как вы думаете, куда я тащила эту тарелку? Конечно же, к себе в дом. Это типа был мой дом. Чуть постарше стало. У нас в частном доме начался ремонт. И после ремонта остались обои. Пол рулона я выбросила у мамы. Купила гуашь. И гуашью клеила обои в свой домик. То есть, все, что дома хотели выбросить, я тащила к себе домой. Я там проводила очень много времени. Мне очень нравилось это занятие. Причем дом был такой небольшого роста. И где-то на 4 квадрата такая одна большая комната. Рядом я сделала себе небольшой такой заборчик. Типа отделилась от родителей. И сажала там всякие вкусняшки. У меня там была клубника, которую я постоянно поливала. У меня даже на грядке была своя клубника. Мама постоянно ругалась. Говорила, нафига тебе это все нужно? То есть, сказать, что кто-то понимал меня. Были подружки, которые приходили в мой домик. Нет. Я играла чисто сама с собой. Чисто сама с собой. То есть, девчонки там ходили, гуляли. На каких-то аттракционах, на площадке. У меня нет. Я пришла со школы и работать у себя в огороде. Посадила там тюльпаны. Каждый день ставила перед собой цели. Такая у меня мечта была. Еще у меня была мечта. Я смотрела какие-то фильмы по телевизору. И там, например, главная героиня работает в каком-то крупном холдинге, в каком-то бизнес-центре. И он такая начальница. И вот я мечтала, что когда я вырасту, я тоже буду работать в каком-то бизнес-центре. и буду такой крутой начальницей. Эта мечта у меня не сбылась. Потом у меня была мечта купить 18 лет машину. Где-то в 7 лет я считала, что это очень просто. Я просто, знаете, думала, у себя в голове перекручивала. Думала, вот, например, папа зарабатывает 30 тысяч рублей, к примеру, да. И мама зарабатывает 30 тысяч рублей. Почему они не могут 60 тысяч просто отложить и через несколько месяцев купить тебе классную машину? Вот о чем я думала, прикиньте. Но когда я выросла, я поняла, что есть такое понятие, как коммунальные платежи и продукты. Они сами по себе в холодильнике не появляются. Туалетная бумага в туалете тоже не появляется чудесным образом из небес. И тогда Айка столкнулась с жесткими реалиями реальной жизни. Какие вкусные отбивные. Просто нечто. Я вот реально сама себе думала, почему нельзя всю зарплату откладывать. потихоньку я перестала сидеть в домике в своем. Мама причем каждый раз ругалась, когда я туда шла. Он говорит, зачем тебе это надо? Там грязно, антисанитария. Зачем ты столько стараешься? Заимись чем-то полезным. Ну, я как бы считаю, что мама была не права. В каждом возрасте у ребенка есть свое увлечение. И они должны быть. Нельзя постоянно только учиться, только полезными вещами заниматься. Потом потихоньку этот домик сместился на второй план. И на первом плане у меня был мой телефон и ютубчик. Я начала смотреть бьюти-блогеров. Я начала просто кайфовать от того, что они делают. Пытаться повторить что-то. Но здесь мама не запрещала. Я начала краситься очень рано. Мне мама не запрещала абсолютно это делать. Но постоянно меня дома терроризировали, что иди на улицу, пообщайся с ровесниками, иди погуляй там, не знаю. Иди подружек. Но мне как бы не хотелось. Мне почему-то родители всегда внушали, что то, что мне не хочется общаться с ровесниками, это огромный минус, это ненормально, надо стараться найти друзей. Вот. А я в свою очередь считала, что... Ну а что здесь такого? Я такая. Все мы люди. Все мы разные. То есть в детстве мечты менялись. Были какие-то небольшие желания, а были прям мечты. Я даже не думала, что я смогу съесть до конца. Просто настолько вкусные отбивные, с вином вообще супер идет. Можете приготовить романтический ужин. Ну а точнее. остался только салатик но салатик что-то мне не зашел он без мяса без курица какой-то совсем пресный единственный момент что мои увлечения всегда были как-то фанатичны в каком плане например тот же домик дам я ложилась спать я прям думал что я завтра буду делать в этом домике перестановку замучу как там выпросить у мамы эту подушку ненужную как это сделать как то то есть я постоянно только и думала о своем хобби как-то вот так спасибо вам огромное за вопросы вопросы я беру из своего сообщества поэтому обязательно переходите задавайте интересные вопросы те вопросы на которые я отвечаю я обязательно лайкаю а вы тоже можете лайкнуть какой-то комментарий который ну вам интересен то есть например вопрос на который вы бы хотели чтобы я ответила то есть лайкайте его чтобы я видела на этом все мои хорошие спасибо что досмотрели это видео до конца не забывайте ставить лайки и подписываться всех люблю с вами была айка